Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Подводим итоги конкурсов «Мой любимый защитник» и «Масленица Самара». Стадион «Самара-арена» с высоты птичьего полета. НАСА обнаружила планеты, пригодные для жизни. Инстаграм добавил в сеть карусель. Как россияне следят друг за другом в соцсетях. Толстые амурские тигры сбили беспилотник. Все это и многое другое прямо сейчас. Сегодня подводим итоги наших чудесных конкурсов, которые мы запустили в социальных сетях. Так уж совпало, что неделя выдалась богатой на праздники. Защитники с блинами радовали всех. Итак, наш первый конкурс был посвящен именно любимым защитникам. Зрительницы выкладывали в соцсети фотографии дорогих и любимых мужчин с хэштегом «Мой любимый защитник» и рассказывали, кто же он, тот самый лучший из лучших. Фото вы сейчас видите на экране. Заметьте, здесь есть и коты, и дети, и даже укротители динозавров. Спасибо вам, милые леди, за участие в конкурсе. Вкусный конкурс с блинами также подошел к концу. Здесь у нас два победителя – Евгения Бовичева и Ольга Ларина. У Жени получились блины, как салфетки тонкие и, внимание, испеченные без грамма муки. Рецепт ищите в нашей группе ВКонтакте. Никогда не унывать, а всех блинами угощать призывает наша зрительница Ольга Ларина. Ее блины с творогом и золотистым яблочным вареньем набрали немало лайков в Инстаграм. Ну, а прямо сейчас предлагаю пробежаться по хэштегу «Масленица в Самаре». Праздник получился солнечным, душевным и очень вкусным. «Масленица в Самаре» «Масленица в Самаре» Видео, которое мы с вами сейчас посмотрим, вызвало у пользователей самые разные эмоции. И радость, и грусть, и негодование, и даже волнение. Дело в том, что самарский видеоблогер Александр Корягин вновь снарядил свое оборудование и взлетел на строящемся стадионом «Самара-Арена». Видно, что работы ведутся круглосуточно, масштабы стройки впечатляют. Кто-то, конечно, возразит, мол, что с декабря никаких изменений и не видно. Зря вы так. Обязательно посмотрите предыдущее видео Александра. Все видно, все заметно. А если и вам хочется составить свое мнение, ищите канал блогера на Ютьюбе. Ну а мы же ставим Александру Корягину наш самарский лайк. Космическое агентство НАСА сообщило о том, что обнаружены новые планеты, находящиеся в одной звездной системе. Они расположены в так называемой обитаемой зоне области, где достаточно света и тепла для нахождения воды в жидком виде и зарождения жизни. НАСА опубликовало на своем Ютьюб-канале видео, которое позволяет понаблюдать за предполагаемым окружающим миром с поверхности одной из планет. Специалисты НАСА пояснили, что это первый раз, когда удалось обнаружить сразу несколько планет, подобных Земле, в одном месте и в такой близости к одной звезде. Оказывается, каждый четвертый россиянин следит за своей второй половинкой в социальных сетях. 25% опрошенных признались, что просматривают друзей и лайки, новые записи и комментарии на странице. Но этим ограничиваются далеко не все. Практически каждый третий из тех, кто следит за своим партнером, читает его интернет-переписку. Еще третий россиян читает переписку своих возлюбленных, несмотря на то, что доступ к ней был ограничен, то есть взламывают пароли. Более того, 26% отслеживают перемещение возлюбленных, проверяя геолокационные метки в сообщениях и публикациях. Однако же есть и те, кто зашел достаточно далеко в своих посягательствах на свободу другого человека. 12% опрошенных признались, что используют для слежки специальное шпионское программное обеспечение, а 11% сумели взломать электронную почту и соцсети своих половинок. Но тем не менее 65% опрошенных россиян признались, что главное в отношениях это доверие. Ученые одного из китайских институтов заявили о результатах своего эксперимента. Оказалось, что социальные сети могут положительно влиять на память человека. Теория о том, что интернет дает возможность всесторонне развиваться, подтвердилась. В чем же суть этой теории? Человек по своей природе – существо социальное. Вся его жизнедеятельность связана с общением. Так вот, ведение виртуальных аккаунтов в различных соцсетях позволяет делиться эмоциями, переживаниями, творчеством и своими проблемами. Люди с давних времен записывали свои мысли в дневники. Теперь возможность общения не только с окружающим миром, но и с самим собой стала многократно больше. Информация, особенно полезная, укрепляет память, влияет на все умственные процессы. О как! Инстаграм снова порадовал своих пользователей и интересные функции. Теперь можно будет размещать в одном посте до 10 фото и видео, которые, в отличие от функции Stories, будут сохраняться в профиле. Теперь можно делать репортажи с места событий, из поездок, собирать модные образы, размещать обучающие посты с пошаговой инструкцией и так далее. И все это, не боясь перегрузить ленту своих подписчиков огромным количеством постов со снимками. Достаточно разместить один пост, но со всеми понравившимися кадрами сразу. Инструкция по применению проста. В разделе «Публикации» поста появится новый специальный значок, на который нужно нажать. Удобство заключается еще в том, что редактировать фото и видео можно как скопом, используя один фильтр, так и по отдельности. В начале февраля интернет облетели снимки растолстевших амурских тигров, живущих в китайском зоопарке города Харбин. Так вот, эти самые тигры в очередной раз повеселили общественность, но став героями уже криминальной сводки. Толстые амурские тигры, внимание, сбили и съели снимающий их беспилотник. Аппарат летал над кошками на низкой высоте. В какой-то момент один из тигров подпрыгивает и сбивает его, после чего стая начинает с интересом рассматривать беспилотник вблизи и пробовать его на зуб. После нескольких укусов дрон начинает дымиться. Не, ну а кому понравится, когда ты еще не похудел к весне, а тебя уже снимают. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютубе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Участвуйте в наших конкурсах. Всем лайк. Пока.